Алена Игоревна, на прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении пакет очень важных законопроектов, направленных на противодействие деятельности, побуждающей детей к суицидальному поведению, в том числе на борьбу, направленную на борьбу с так называемыми группами смерти, киберсектами. Поскольку вы были одним из инициаторов и авторов этих документов, хотелось бы услышать подробнее, какие именно меры предлагаются? Вы знаете, для нас было очень важно отреагировать на запрос общества. Сейчас, к сожалению, существует новый феномен, он развивается в социальных сетях. Многие родители даже не знают об этом, поэтому важно нам сейчас об этом говорить и важно донести значимость нашей законодательной инициативы. К сожалению, в социальных сетях процветает преступность, и, к сожалению, там появились не только такие явления, как и педофилия, но и в том числе склонение к суицидам. И в основном целевая аудитория таких злоумышленников – это дети, это дети-подростки, школьники. Мы знаем, что прокатилась волна за прошедшие полгода самоубийств, которые были инициированы, инспирированы именно в социальных сетях. Откуда мы это знаем? Были журналистские расследования, были расследования уже Следственного комитета, они занимались этим делом. То есть взаимосвязь доказана? Конечно, сейчас найдена группа злоумышленников, но понятно, что это только верхушка айсберга. К сожалению, это целенаправленная, это реальная история. Это фактически с использованием нейролингвистического программирования интересная система для, в том числе, и психологов, как она выстроена. Интересная для изучения. Для изучения, конечно, и очень жаль, что дети страдают, поскольку это явление было выявлено, и сейчас не хватает инструментария для привлечения к уголовной ответственности, для пресечения вообще такой деятельности в социальных сетях не хватает инструментария именно законодательного. Поэтому рабочая группа, которая была создана под руководством Ирины Анатольевны Яровой в Государственной Думе, отработала эти поправки и создала целый пакет законодательных изменений для того, чтобы квалифицировать эти преступления. Поэтому даны характеристики, перечислены основные показатели, и уже это будет квалифицировано. Пока что мы приняли только в первом чтении этот пакет, и я думаю, что в ближайшее время, ну точно в течение весенней сессии, мы дорассмотрим и примем этот законопроект. Не так давно в Госдуме с отчетом выступил председатель российского правительства Дмитрий Медведев. Он отметил, что программа строительства детских садов в Российской Федерации выполнена, создано почти полтора миллиона новых мест для детишек и построено свыше пяти тысяч новых зданий. Теперь на повестке дня вопрос строительства новых школьных зданий. Какие цифры названы в качестве ориентиров, как эта программа будет работать в Чувашии? Это очень важная программа, особенно для Чувашской Республики, потому что в Чувашии, вы знаете, что сейчас увеличивается количество школьников, и приходит, ну например, вливается только в городе Чебоксары плюс семь тысяч первоклассников. Поэтому, конечно, это важно построить новые школы. У нас есть риск перехода на вторую смену, а в некоторых районах даже на третью смену. Поэтому, конечно, для нас очень важно было попасть в эту программу. Мы в эту программу попали. У нас уже построена хорошая школа на улице Гладкова в Чебоксарах, и уже доделываются последние штрихи, и уже с первого сентября мы ожидаем, что придут школьники, учителя на новые рабочие места, и школьники уже в современное здание, которое оснащено и спортивными залами, и бассейном, и так далее. Поэтому, конечно, для нас очень важно развивать эту программу. И у нас много в Чебоксарах районов, которые требуют возведения новых школ. Это в том числе и Волжский 3, и другие микрорайоны. Для нас очень важно построить и в Цивильске, и в других районах республики школы. Поэтому эта программа рассчитана до 2025 года. Программа по школам в Чувашской республике достаточно такая емкая. Она включает в себя строительство и дострой 32 школ. Для нас очень важно, чтобы школа работала в полный день, чтобы мы могли снять риск третьей смены, вторую смену. И для нас очень важно, чтобы дети могли получать дополнительное образование прямо в стенах самой школы. И педагогам должно быть комфортно, и нагрузка не должна быть большой. Классы нужно немножечко расформировать. То есть не должно быть по 30 человек в классе. Их должно быть максимум 18-20 человек для того, чтобы персональный подход был к ребенку. Для того, чтобы педагог не был перегружен. Поэтому таких нюансов достаточно много. И по мере реализации этого проекта, я думаю, что и само качество образования действительно должно улучшиться. Алена Игоревна, и еще одна Ваша инициатива об оплате сверхурочных часов учителям, которые задействованы в подготовке и проведении ЕГЭ. Вот о чем конкретно идет речь? Здесь идет речь о моем обращении в адрес Ольги Васильевой, как министра образования и науки Российской Федерации, и в адрес руководителя Рособорнадзора Сергея Кравцова, о том, что необходимо обратить внимание на приведение в нормальное состояние системы оплаты педагогического труда как раз по подготовке и проведению единого госэкзамена. Потому что наши педагоги не обязаны в этом участвовать, и они должны получать оплату сверхурочных. То есть педагог по определению должен подготовить ребенка к единому госэкзамену? Потому что это выпускной, квалификационный, фактический экзамен. Но при этом есть процедура подготовки. Это технические детали, подготовка компьютеров, аудитории и так далее. Очень часто педагогов привлекают именно к процедуре подготовки к единому госэкзамену, но не детей, а вообще в принципе проведения единого госэкзамена. Поэтому речь идет о сугубо технической стороне дела. О сугубо технической стороне дела, и этот труд должен оплачиваться. Во многих регионах, к сожалению, такой труд педагогов не оплачивается больше, чем в половине регионов. Мы провели мониторинг, посмотрели, и, конечно, хотелось бы, чтобы система работала единообразно. В Чувашской республике, например, работала система повышающего коэффициента. Сейчас поступили разъяснения Рособорнадзора о том, что необходимо переходить к отдельным компенсациям. Здесь, опять же, наших педагогов нужно защитить, нужно озвучить эту проблему. Это касается, кстати, не только ЕГЭ, это касается еще ОГЭ. Поэтому я думаю, что уже наше министерство и Рособорнадзор работают над этим. И как раз, опять же, скажу, что мы сейчас в процессе обсуждения необходимости инициирования законодательных изменений, которые бы защитили наших педагогов и дали бы дополнительные гарантии по оплате труда. Ну что ж, спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня у нас в студии была Алена Аршинова, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Спасибо за внимание и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин